Спасибо всем, кто решил участвовать в этом вебинаре. И мы здесь говорим о развитии плюористического общества на Украине. Проблема совершенно очевидна, потому что вы видите, что мы пригласили участников с Украины. Мы пригласили сюда Василия Муравицкого, который является политическим заключенным. Он под домашним арестом сейчас. Руслан Кацаба, который в прошлом был политическим заключенным и по-прежнему дело против него не закрыто, хотя его выпустили из тюрьмы. И Анатолий Шари, который является политическим беженцем. Это международно признанный статус, и он будет говорить с нами не с Украины, а из Барселоны. У нас есть Михаил Погребинский перед нами, который, в общем-то, под угрозой того, что он может стать политическим заключенным, потому что против него выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях. Это ненормальная ситуация, чтобы политические заключенные и политические беженцы были согласны Amnesty International, как в случае Василия Муравицкого и Руслана Кацабы. И государство в то же время говорит о том, что он устроит демократическое общество и государство, которое является кандидатом к присоединению к Европейскому Союзу. И я хотела бы напомнить вам, что Европейский Союз имеет хартию по фундаментальным правам. Всех есть право на выражение, и эта хартия поддерживает плюрализм мнений, и это должно поддерживаться государственными оргами. Свобода и плюрализм СМИ должны соблюдаться в любой ситуации. Вот что говорится в этом документе, и здесь мы видим противоречия. И я думаю, что сейчас я хотела бы предоставить слово нашим приглашенным гостям с Украины. Но кто их пригласил? Три члена Европейского парламента. Я, Татьяна Жданока, член Европарламентов от Латвии. Я принадлежу группе «Зеленых» и «Свободного альянса» Хельмут Шольц, тоже долгосрочный член Европарламента от Германии. Также группы Линк Левых и Мирослав Радачевский, Словакия, который является неприсоединившимся членом Европарламента. И я передаю слово сейчас Хельмуту Шольцу, потом Мирославу Радачевскому, чтобы они выступили от лица нас, принимающих их здесь. И мы также пригласили эксперта Оксану Челышеву, которая является журналистом, которая занимается журналистскими расследованиями из Финляндии. Итак, Хельмут, вам слово. Спасибо большое. Татьяна, я приветствую всех гостей и от себя. И я хотел бы поблагодарить Татьяну за инициативу, потому что очень важно, чтобы в настоящей ситуации мы были. Мы сталкивались с конфронтациями на востоке Украины и пытались решить в то же время проблемы социального порядка, особенно в том, что касается социального развития украинского государства, и разрыв увеличивается. И мне кажется, что очень важно в Европейском парламенте лучшего понимания достигнуть ситуации на Украине. Для меня это совершенно ясно. И также те, кто критикует правительство, НПО, журналисты, другие люди, представители СМИ, пытаются внести вклад в демократизацию Украины. И это очень полезно будет для нас, потому что мы должны обеспечить гражданам долгосрочное надежное развитие страны. И я не буду отнимать много времени, я лично узнал, что существует, есть платформа, такая мне сложная платформа, правый контроль, которая отрицает информацию о вмешивании партии «Де Линк», левой партии «Де Линк» и меня лично в ситуацию на Украине и в то, что нет равного для всех доступа к информации о стране. Таким образом, наша задача – обеспечить правовые структуры для выражения мнений для всех. И такие вебинары, как сегодня, помогают нам преодолеть ситуацию, в которой у нас нет реальных демократических дебатов. Относительно того, каковы лучшие пути государства, ставить возможности всем своим гражданам одинаково участвовать в выборе пути для страны. Таким образом, я пытаюсь слушать максимальным образом. Но, к сожалению, позже сегодня будет заседание комитета по конституционным вопросам в час 30, поэтому я извиняюсь перед всеми, что я должен буду покинуть вас раньше. Но спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо, Хельмут, за вступительное слово. Конечно же, мы надеемся, что вы будете с нами до конца, насколько это будет для вас возможно. А теперь слово Мирославу Родачевскому. Приветствую всех украинских и русских братьев, славян и тоже коллег из других стран. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я в принципе против того, чтобы какие средства массовой информации были запрещены, потому что это свобода слова, и я говорю, что какие-нибудь средства массовой информации могут быть запреты только гражданами Украины, которые не хотят их видеть, но не могут быть запреты законом, пока эти каналы, TV-каналы, не распространяют какое-нибудь убийство и терроризм. Я в принципе против запреты любых средств массовой информации только потому, что им не нравится политический оппонент или не против правительства. Я думаю, что это свобода слова, я думаю, что декреты господина президента Желенского неправильны. Только я бы хотел сказать, когда я говорю, что я ошибаюсь, извините, это все, что я бы хотел сказать. Спасибо, спасибо, Мирослав. И сейчас мы передадим слово нашим украинским участникам дискуссии. Я хочу обратиться ко всем, кто подключился к нам как зрители, как приглашенные гости. Нас много, наши помощники скажут, сколько человек. Я тут точно не вижу, но по мере дискуссии еще будут присоединяться. И вы будете иметь возможность задать вопрос. Вы, пожалуйста, поднимайте руку, и мы подключим вас, и вы сможете задать свой вопрос. Просьба к выступающим придерживаться регламента. У нас не так много времени. 7 минут максимум. Ну а для вопросов 2 минуты максимум. Договорились? Будем в таком режиме работать. Итак, я хочу предоставить слово сразу Михаилу Погребинскому, политическому эксперту, очень известному и на Украине, и за пределами Украины. И нас очень встревожила та информация, что сейчас очередное гонение против инакомыслящих будет нацелено именно на экспертов, на политологов, на, в частности, первым в этом списке уже появилась фамилия, первой появилась фамилия Погребинский. Михаил, как вы себя чувствуете в этом статусе, и, пожалуйста, расскажите нам об этих угрозах, почему они возникли, и что мы можем из Европейского парламента сделать для того, чтобы не допустить продолжения вот таких политических репрессий. Микрофон. Микрофон. А сейчас нормально? Сейчас слышно, да? Я благодарю вас, Татьяна Аркадьевна, и всех участников, которые решили потратить свое время для того, чтобы послушать участников из Украины. Я бы не хотел особенно говорить о своей судьбе. Я помню еще времена советские, когда ничего удивительного не видели в том, что вот мои друзья оказывались кто-то в психушке, кто-то в тюрьме. И сейчас, казалось бы, это время навсегда прошло. Но вот я хотел бы обратить внимание на такую мысль. Вот как принято думать в Европе? У меня много друзей в Европе, я с ними общаюсь, и у нас иногда разные взгляды, но есть довольно распространенное, мне кажется, заблуждение. Но состоит в том, что если страна, неважно каким способом, выбирает движение на Запад, отказываясь как бы от какого-то влияния, российского влияния, то это дает гарантии демократического развития, либерального развития. Ну, на самом деле, казалось бы, уже есть опыт, в том числе и даже среди стран Европейского Союза, что это отнюдь далеко не всегда так. Вот с этим не всегда так мы столкнулись вот сейчас в полной мере. При том, что проблемы усугубляются кризисом на востоке Украины, который сейчас вот обострился, и вокруг этого много всякого напряжения возникает. И вот этот кризис на востоке уже у нас восьмой год не заканчивается, и не предпринимаются серьезные усилия для его завершения. Но это дает возможность украинской власти и власти предыдущего президента Порошенко, ну и нового, кстати говоря, новый был избран как неопытный, совершенно далекий от политики человек, в надежде на то, что он откажется от того курса, который демонстрировал Порошенко. Но вот оказалось, что неопытный, без своей политической реальной поддержки человек, ну оказался просто игрушкой тех сил, которые двигали его в направлении, аналогичном направлении движения предыдущей власти, и он даже превзошел ее фактически. Порошенко много чего делал в ограничении свободы слова, свободы политической деятельности, но такой активный, такой, я бы сказал, циничного пренебрежения закона и Конституции даже при Порошенко не было. Сегодня фактически у нас не действует такой институт судебной власти вообще. Поскольку все это долго и неинтересно для нового президента Зеленского, нового уже почти два года, он, его команда выдумала такой способ принятия решений, хотя у него есть большинство в Верховной Раде, тем не менее самый простой способ, это Совет национальной безопасности и обороны принимает как рекомендацию, он только может рекомендовать, а президент потом указом принимает решения. А большинство этих решений совершенно незаконны, противоречат Конституции. Ну, как пример, вот можно привести то, что Конституция не предусматривает возможность принятия санкций по отношению к гражданам Украины. Ну вот, на самом деле, именно такие санкции были приняты, и есть угрозы для последующих и разных других санкций. Это без суда, без следствия принимается решение, когда люди или юридические лица лишаются своих прав на собственность и так далее. Вот по всему как бы диапазону тех прав, которые должен иметь человек, и он их имел, сегодня не имеет, вот те люди, которые попали под санкции. Теперь я понимаю, что страна находится в тяжелом положении, но все проблемы списываются на то, что, ну вот, у нас как бы проблемы, но зато мы как бы стоим против российской агрессии, и это нас оправдывает, что у нас проблемы. И это, я бы сказал так, поддерживается, такая позиция поддерживается, в том числе и европейскими институтами. Сейчас я хочу сказать несколько слов про то, как это важно, поскольку я говорю в Европарламенте, важно привести, ну, например, премьер. Вы знаете, есть такой институт в Европарламенте, который призван как бы опровергать разного рода, значит, фейки, несправедливую, неправильную, ложную информацию и так далее. Значит, этот институт абсолютно не объективен. Это европейский институт. Ну, в частности, одно из решений его говорит о том, что вот никаких ущемлений, значит, свободы слова, никаких ущемлений русского языка, никаких, ну, абсолютно не задумываясь от тем, что даже есть такой институт, как Венецианская комиссия, которая многократно высказывала свое мнение о том, что это далеко не так, что надо вносить изменения в эти законы, и что Украина нарушает целый ряд законов и собственной Конституции, и законов, которые она ратифицировала, как, ну, например, как ратификацию о правах меньшинств на Украине. Я хочу сказать, что это вот право на пользование своим языком, право на, я думаю, что журналисты, которые будут выступать, скажут о том, в каком сложном положении оказалась сейчас медиа и журналисты, которые критикуют власть. Я подробно об этом говорить не буду, но вот это право на профессию лишаются ведь не только журналисты, которые у нас тысячи были лишены права на профессию, после того, как без суда и следствия были закрыты целый ряд украинских каналов, которые критиковали президента, просто потому что власти они не нравятся, поэтому есть такое клеймо, они пророссийские или владеют их люди пророссийские и так далее. Но это не только речь идет о журналистах, речь также идет и о других профессиях, связанных, например, с гуманитарной сферой. У нас есть множество примеров того, что если преподаватель не демонстрирует свою приверженность, доминирующая сейчас как бы идеология, а это идеология украинского национализма, то тогда он, оказывается, может легко оказаться под ударом, даже если он имеет какие-то заслуги. Ну, например, есть у нас одна профессорша, которую я преподавала в университете, она участвовала в Майдане, даже в правом секторе, и стоило ей сказать, что по отношению к закону и языках, значит, не все хорошо у нас, как она стала предметом нападок, и сейчас как бы на грани того, что ее уволят с работы. И это есть не только в отношении преподавателей, есть аналитики, есть профессора. И, кстати, в этих гонениях на людей с другими взглядами участвуют даже не столько государственные институты, которые поддерживают это давление со стороны улицы, со стороны идеологии, но также и то, что мы у нас принято называть активистами и гражданским обществом. Вот есть хороший пример Михаила Минакова, который вообще как бы работает в Соединенных Штатах Америки, но как только он высказался не так, как нравится украинскому публике украинской националистической, уже из такого интеллектуального класса, как, значит, собирали массу подписей, его там требуют уволить из американского как бы фонда и так далее. То есть это все новая жизнь. Для нас настала во многом новая жизнь. И, наконец, я хочу сказать, что есть и такая проблема, которую тоже трудно было вообще ожидать, что она произойдет. Это создание такого сословного общества или кастового общества, когда люди, которые участвовали в Майдане, или там АТО, антитеррористической операции, или себя называют активистами, они фактически оказываются под защитой не просто, как это было при Порошенко, ну, как бы по факту. По факту, значит, были активисты, которые давили на суды и так далее, их защищали. У нас вот два убийства журналистов так и не расследовано, уже много лет прошло. Но сегодня создается специальный институт президентом Зеленским, который должен заниматься тем, чтобы, ну, как у нас говорят, по-простому отмазывать вот этих всех людей от уголовного преследования, предлагать им специальные льготы и так далее. Это просто целом небывалое дело, когда определенная группа людей оказывается вне закона. То есть эти законы на них не действуют, причем даже если речь идет о таких насильственных преступлениях, как сейчас, например, в отношении одного убийцы и человека, который пытал людей и так далее, его выпускают все равно. То есть это становится частью украинской государственности. Я бы сказал так. Конечно, важную роль в этом играет во многом позиция некоторых европейских институтов. И заканчивая, хочу вот какую вещь сказать. Сейчас все озабочены тем, как бы не разгорелась большая война из-за проблем на юго-востоке Украины. Встречи на высшем уровне и так далее. Значит, и есть решения Европарламента, где критически высказывается о закрытии канала, о преследовании политических оппозиций и так далее. Но когда речь заходит об отношениях с Россией, когда речь заходит о проблеме мира, всегда все решения заканчиваются тем, что Украина во всем права, не правы Донбасс, не правы России и так далее. И это в конечном счете блокирует возможность украинской власти, считая, что за ее спиной Европарламент, Соединенные Штаты и так далее. И поэтому искать компромисс не надо, а надо как бы своих противников санкциями или в конечном счете даже множеством всяких есть разговоров о том, что готовится военное наступление. И это чревато большой войной. Вот это больше всего меня заботит. Я тут живу, тут живут мои дети, внуки и так далее. Я считаю, что это то, что надо избежать при любых обстоятельствах. И моя судьба не имеет значения в этом смысле. В этом смысле важны судьбы тысяч людей, которые могут стать жертвами этого. И я считаю, что если бы европейские институты, европейские лидеры, если бы они более внимательно и серьезно относились к своей позиции в отношении Украино-Донбасского кризиса, я думаю, что он давно был бы уже урегулирован. Ну вот с этой надеждой я хочу закончить свое выступление. Кажется, я успел по времени, которое мне выделено. Спасибо. Спасибо, Михаил. И я еще раз напоминаю, что участники бинара смогут задать вопросы Михаилу Погребинскому и другим нашим выступающим. Поднимайте руку, записывайтесь на возможность побеседовать с нашими приглашенными гостями. И сейчас я с удовольствием передаю слово Анатолию Ширию. Анатолий самый популярный объективно по числу последователей блогер в Украине. Вы сами скажете, но я знаю, что больше миллиона или может быть даже двух у вас зрителей. И Анатолий еще во времена президента Януковича получил статус политического беженца. И до сих пор, с тех пор, я так понимаю, это еще 2013-2012, вы объясните более подробно, до сих пор живете за пределами своей страны. И тем не менее, являетесь очень популярным властителем Дум очень многих на Украине и не только на Украине. Пожалуйста, Анатолий, я передаю вам слово. Спасибо вам. Меня слышно? Слышно, да? Я зачитаю. Я позволю тебе зачитать, потому что я набросал, чтобы ничего не пропустить час назад. Итак, я Анатолий Ширий, журналист-блогер, с 2019 года руководитель партии Ширия, которая прошла в Горсоветы Украины. На моем канале почти по 4 миллиарда просмотров и более 2,5 миллионов подписчиков. В 2012-м, после расследования относительно коррупции в органах МВД, я получил статус беженца в Евросоюзе. Но, к сожалению, со сменой власти в Украине не исчезла ни коррупция, ни воровство, они никуда не делись, добавилась острая проблема неонацизма. Я являюсь автором десятков расследований по деятельности неонацистских группировок в стране, результатом которых стало как увольнение консула Украины в Германии, так и разоблачение, избиение темнокожих болельщиков Челси в Киеве в 16-м году, об этом писали все мировые СМИ, но тогдашний президент Порошенко списал это на российских шпионов. Я разоблачил многочисленные факты коррупции и воровства бюджетных средств властями Украины, факты сотрудничества властей с неонацистскими организациями. Много лет я доказываю с фактами то, что неонацистские Анатолий, можно чуть-чуть помедленнее читать? Перевозчицы за вами не успевают. Хорошо. Много лет я доказываю с фактами то, что неонацисты в стране действуют не самостоятельно, а под прикрытием спецслужб и властей. Я регулярно показываю деятельность неонацистской организации «Национальный корпус», существующей в стране под видом официальной партии. В 2020 году партия Шария прошла в ряд ключевых городских советов крупнейших городов Украины. Именно в это время в отношении меня внезапно решили оживить дело девятилетней давности, которое было возбуждено еще при Януковиче в 2011 году. Начались возбуждения уголовных производств буквально каждую неделю. На меня открыто дело за картинку к видео на YouTube. На меня открыто дело за картинку в газете нашей партии. На меня открыто дело за попытку платить налоги в Украине. Это серьезно. И я ожидал, когда будет открыто производство по факту того, что я дышу или моя фамилия Анатолий Шарин. После этого начались нападения на наших сторонников на улицах при помощи тех же неонацистов. Было зафиксировано более 20 случаев нападений. А в таких городах, как Винница и Харьков, было совершено две попытки убийства. В результате один наш сторонник, у него были поломаны все ребра, он остался инвалидом. Второй практически ослеп на один глаз. Его еле вытянули с того света. В результате нападения эти люди получили тяжкие телесные повреждения. Никто не был наказан за эти преступления. Несмотря на то, что лица нападавших были известны. Несмотря на то, что все знают, что это представители национального корпуса. К счастью, десятки европейских депутатов высказались о недопустимости правого насилия тогда. И украинская власть решила заняться мною, лично мною, на территории Европейского Союза. Для начала, помощникам заместителя главы Офиса президента было дано распоряжение грантовой организации СЛИНФО, она в частности существует и за гранты из Европейского Союза, снять мое жилье на территории Евросоюза и обнародовать эти данные, что и было успешно сделано. Подтверждением моих слов о том, что курировал эту операцию лично Офис президента Зеленского, являются записи аудиопереговоров, об этом размещенные у меня на YouTube-канале. После обнародования данных о моем месте жительства, представители национального корпуса начали угрожать мне смертью. Эти угрозы происходили совершенно открыто. Изображения с моим трупом распространялись в центре Киева. Под зданием Министерства юстиции скандировали лозунги о том, что мои сторонники должны умереть прямо под Минюстом. После этого было совершено три попытки нападения на мой дом в Испании, где живет мой ребенок. Полиция начала расследование. Я вынужден находиться под охраной в течение 24 часов в сутки. Были обнародованы документы моей жены, новорожденного ребенка, которые были доступны только украинскому консульству в Барселоне. Они их обнародовали. На этом украинская власть не ограничилась и продолжили попытки запрета партии Шария, так как это оппозиционная партия и она набирает достаточный процент для прохода в парламент. Для начала они инициировали обращение от народа, изобразив народом тот самый неонацистский нацкорпус. Потом арестовали человека с фамилией Шарии, требовали от него обратиться в суд с требованием запретить партию, якобы она носит его имя. Интересно, что этот человек в ходе судебного допроса дал показания о том, что ему угрожала служба безопасности Украины совместно с неонацистами из нацкорпуса. Неонацисты и спецслужбы действуют вместе. На моем канале YouTube обнародована аудиозапись разговоров заместителя министра юстиции Украины Анищук с офицером СБУ по фамилии Билый, где офицер СБУ предлагает при помощи неонацистов воздействовать на суд по закрытию партии. Эти записи находятся в публичном доступе. Несколько раз в своих публичных обращениях к народу президент упомянул меня как врага. Создается впечатление, что он избрал меня своим личным врагом. Когда у Зеленского, а мы немало не сомневаемся, что указание дает именно Зеленский, поняли, что не получится закрыть партию таким образом, на меня открыли еще одно дело. Теперь по государственной измене. Обвиняюсь я в том, что в ходе ряда интервью, цитирую, пропагандировал многоязычие. Я не знаю, что такое пропаганда многоязычия в 21 веке. Обвиняюсь я в том, что обнародовал оперативную запись СБУ о том, как готовили взрывчатку в Доме профсоюзов на Майдане. Поэтому я поставил под сомнение внутренний и внешний политический курс Украины и в негативном свете изобразил участников революции. Это написано в обвинении, по которому мне грозит 15 лет тюрьмы. Также я, цитата, деморализовал народ Украины, так как дискредитировал органы украинской власти. 15 лет тюрьмы. Меня обвиняют в том, что я высказывал свое мнение и называл и называю войну на Донбассе гражданской. Я объявлен в розыск в Украине. Меня будут требовать экстрадировать. Об этом заявляют официальные власти Украины. На основании этого подозрения в госизмене решили запретить еще и партию Шария. Казалось бы, это правовой абсурд. И нигилизм невозможно на основании высказываний частного лица запретить партию. Этого нет ни в одном законе. Невозможно. Тем не менее, министр юстиции лично заявляет о том, что партию надо закрыть, потому что Шарий неправильно проводил ее агитацию в 2014 году. То есть за пять лет до создания самой партии. Все свои слова я готов подтвердить фактически. Все документы по этим политическим преследованиям мы неоднократно отправляли в международные правозащитные организации. К сожалению, реакция на эти преследования могла бы быть более жесткой. В центре Европы действует диктаторский режим, который использует неонацистов для достижения своих целей и борьбы с политическими оппонентами. Я прошу Европарламент обратить внимание и, наконец, однозначно высказаться по этому кейсу. От себя добавлю, что с утра сегодня нам пришел официальный ответ из офиса Amnesty International Британии, то есть из центрального офиса, где Amnesty сообщили, что заниматься моим делом, у них нет времени. Спасибо, я закончу. Спасибо, Анатолий. Очень интересная информация. Мы, три депутата Европейского парламента, вас полностью выслушали и будем в заключении сегодняшнего вебинара, я думаю, обсудим о наших дальнейшие шаги. А сейчас я хочу предоставить слово двум журналистам, судьбой которых мы уже давно занимались, и я надеюсь, в чем-то помогли. По крайней мере, оба уже не за решеткой, но были за решеткой. Я надеюсь, мы сначала предоставим слово заключенному, тем не менее, но в собственном доме Василию Муравицкому, а затем выступит Руслан Кацаба. Василий, пожалуйста, слово вам. Слышно, да? Да. Да, здравствуйте, Татьяна Аркадьевна, я вас приветствую, еще раз хочу поблагодарить за защиту, за внимание к моей судьбе. Действительно, ваше внимание, внимание членов Европейского парламента, оно повлияло, и меня тогда освободили из тюремного заключения в Супорич, в противовес фактическим установкам, которые были на тот момент. То есть суд, Королевский суд принял во внимание письмо евродепутатов и организованное вами, и меня освободили под домашний арест круглосуточный. На данный момент я уже не имею никаких мер пресечения. Вот недавно окончательно спала последняя меропресечение, и то не по настоянию прокуратуры, а потому что прокуратура фактически занялась откровенными незаконными действиями. Так, на одном из заседаний на моего адвоката было совершено Андрея Гожева, совершено прямое нападение прямо в зале суда. Совершали это нападение группировкой С-14, которая не скрывает своих прямых кураторских отношений со Службы безопасности Украины, которая выдвигает незаконные обвинения по отношению ко мне. И это нападение было следовано уже полицией, но, к сожалению, до сих пор. Хотя это нападение было снято под десятки камер. Все лица давным-давно установлены. Ни одному из нападавших не выдвинуто подозрение, так как фактически С-14 курируется Служба безопасности Украины. И дошло до абсурда, когда прокурор, который выдвигал мне обвинение, стал прокурором в этом нападении. То есть к прямому конфликту интересов. И более того, не просто прокурором в нападении на адвоката Гожева, а еще и свидетелем. Но я хотел бы сказать немножко еще о другом. Я был вчера на заседании по новому политическому заключенному Юрию Дудкину. Это политолог и политик запрещенных телеканалов. Ему выдвинули обвинения в государственной измене. Я выступал там в качестве переводчика, так как прокуроры отказались понимать русский язык. И я как филолог, как журналист переводил с русского на украинский. Хотя всем прекрасно понятно, что русский они прекрасно понимают. Это был способ только затягиванием. Так вот, Юрий Дудкин, который сейчас в данный момент сидит в СИЗО, в тюрьме, обвиняется. За что же он обвиняется? Это новый пример политического преследования. Я зачитаю кратко один абзац из его подозрения. Оно было опубликовано, оно является публичным. И просто оцените уровень преследования, которые не только не остановились, они усилились на территории Украины при новом президенте. Итак, подозрение Юрия Дудкина. Під час участи, это украинскую мову, під час участи в прямом эфире передачи на российском телеканале «Первый канал» Дудкин, усвідомлюючи противоправный характер своих действий с метою надання іноземній держави. Итак, деятельность господина Дудкина нелегальна, и он, зная, что его деятельность незаконна, против Украины, тем не менее он помогал по сценарию, представленному представителями канала, и он использовал иронические заявления и комментарии, говоря о том, что Украина страна буквально коров, беззакония, что нарушается, не существует свобода речи. И также это Юрию Дудкину, политологу, пенсионеру, политическому эксперту, по которому он обвиняется в государственной измене, а значит, ему грозит заключение от 12 до 15 лет без права условно-досрочного освобождения, без права помилования и без каких, и по всей видимости, в особых условиях. Еще раз вдумайтесь только, обвинение в том, Юрия Дудкина обвиняет в том, что он высказывал иронические высказывания и говорил о том, что на Украине, на том, что Украине преследуются журналисты, отсутствует свобода слова, о том, что происходит деградация населения и культивируется нацистская идеология. То есть все высказывания, которые были до сих пор, в том числе и уважаемых членов Европейского парламента, соответственно, этому обвинительному акту подпадают под статью «Государственная измена или разжигание межнациональной розни». Если бы этот обвинительный акт писала украинская прокуратура. О чем я хотел бы сказать? О том, что, к сожалению, на Украине стоит вопрос не только уже о свободе слова, а о том, что разрушается конституционный строй. Это гораздо хуже, гораздо страшнее, потому что в центре Европы разрушается государственность, основы государственности, основы демократических свобод. И это разрушение не закончится, оно будет продлеваться. И фактически образовываются дыра в центре Европы, дыра в беззаконии, дыра в нарушении основных прав человека. И это не единичные случаи. Это случаи, которые прошли уже на сотни. Я хотел бы обратиться к европейским депутатам о том, что это прямая угроза Европейскому Союзу, это разрушение государственного строя, нарушение прав человека на территории, так как это беззаконие, оно будет распространяться. Дело уже в вопросе. Вопрос стоит не в том, преследуют ли Муравицкого или Кацабу, а в том, что это уже практика. И Шарий, и Михаил Погребинский, другие преследуемые на территории Украины, это только самые яркие свидетельства этого. Благодарю вас за внимание и еще раз благодарю за поддержку меня лично. Спасибо. Спасибо, Василий, за очень четкое изложение ситуации, не только вашей. И мы имели возможность услышать фрагмент вашего выступления по-украински. Я напоминаю, что у нас есть перевод на украинский с украинского языка, английский, украинский. И я думаю, что этот переводчик понадобится для выступления Руслана Кацаба. Он у нас известен как очень хороший оратор, в первую очередь именно на украинском языке. И журналист, и блогер. Пожалуйста, Руслан. Спасибо большое за это приглашение выступить здесь. Я также очень благодарен, что вы привлекли членов Европейского парламента. И я также очень доволен тем, что у меня есть возможность поговорить с вами на украинском языке. И хотя вы знаете, это как бы не официальный язык нашей группы или Европарламента, но очень приятно говорить на родном языке все-таки. И я могу присоединиться к тем трем людям, которые выступали для меня. Они практически описали ту проблему, с которой мы сталкиваемся, в которой находится сейчас наша страна, Украина. И совершенно ужасно для меня признавать это, потому что я из Западной Украины, я из Галиции. И очень жалко, что нынешние украинские власти сейчас приветствуют этнический национализм, как в каком-то 13 веке. И члены парламента. И люди, которые работают в администрации в Киеве, к сожалению, заморозилось изображение и голос выступающего. Извините. Я не знаю, может быть, это проблемы с компьютером, но я повторю то, что я сказал. Спасибо большое. Татьяна Аркадьевна, я был бы по-прежнему в тюрьме без вашей помощи, если бы я не получил вот это письма в поддержку меня и Василия. Мы бы по-прежнему были заключены в тюрьму. Наше правительство по-прежнему, слава Богу, реагирует на письма от Европейского парламента. И я хотел бы немножко поговорить о вопросе, который мы обсуждали и который мы собираемся обсуждать на этом вебинаре. Украина теряет демократический плюрализм. И мы об этом говорили много. И я хотел бы говорить открыто о том, что я думаю, я всегда был такой человек, я всегда критиковал все правительства, все решения, все правительства, которые были до этого, также. Я журналист. И это нормальная ситуация, потому что вы просто выполняете свою работу. И нету какого-то пиар-агентства, которое работает для нас. Независимые журналисты, мы должны в частности представлять критику. И поэтому я хотел бы вернуться к этому вопросу, вопросу неонацийцев. Господин Шарий говорил об этом. И, собственно говоря, у нас есть человек, которому присудили семь лет за серьезные преступления. Это был единственный человек, который был осужден за серьезные преступления, за убийство. А он уже и вышел. Его посадили под домашний арест вместо тюрьмы. Его вчера выпустили в то же время, когда рассматривался дело Дудкина. И господин Дудкин, который заключен по-прежнему, он передает вам всем привет и благодарит вас за участие к его судьбе. И он находится в местах предварительного заключения. И он занимается сейчас своим делом. Две недели и тому назад несколько активистов движения, оппозиционного движения были арестованы. И мы видим, что правительство и власти не хотят иметь информирующих всех справедливых СМИ. И самое ужасное, что власти, в общем-то, достигают успеха. Многие телевизионные команды были закрыты, каналы были закрыты, журналисты практически вынуждены самоцензурой заниматься. Мне кажется, что это угроза, это и гроза нашему демократическому обществу. Они используют все, что возможно, даже наши верования, все для того, чтобы запугать нас. И они пытаются запугать людей разными способами, через политику, культуру и так далее. У меня время вышло, вы слышите? Слышите меня? Хорошо. 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 И все делается намеренно для того, чтобы из Украины превратить своего рода антирусский проект. И Европа хочет знать, будем ли мы использовать американский газ или российский природный газ. И это используют в качестве оружия. Но для всех это просто бизнес, а наша страна практически уничтожена. Я называю это закамульфированным психозом. Когда у нас есть организации, которые буквально занимаются призывом молодых людей, вооруженные силы, президент сам интересуются этим. Вы знаете, из-за Порошенко меня посадили в тюрьму. При Порошенко меня поражили в тюрьме. Но Зеленский сам не участвовал в... не проходила службу в армию. А сейчас он усугубил проблему призыва в армию. И буквально усугубил санкции против украинских граждан. И вы знакомы с этими санкциями? Санкции можно применять только к иностранцам или каким-то юридическим единицам, юридическим лицам. Но в течение этого времени, что я вышел из тюрьмы, я стал главой этого движения. И мы послали десятки, сотни запросов нашим представителям в Раде, в Министерство обороны на эту тему. Потому что необходимо прекратить это закамуфлированное насилие. И вы знаете, в начале прошлого века, и наверняка это все известно нашему другу из Словакии, члену Европарламента из Словакии, все вот такие же, такой же насилие и такая же напряженность привела к началу Первой мировой войны. И тысячи, я бы сказал, миллионы людей погибли вот в результате этого. Поэтому я обращаюсь к вам, к членам Европейского парламента. Может быть, вы не в самой армии, не имеете прямого рычага на армию. Но не важно, кто нажмет на курок, но тот, кто под воздействием наркотика или прорывания мозгов, или тот, кто отдает приказ. Но мы рискуем началом Третьей мировой войны, потому что на Украине вот такая напряженность. И просто-напросто, потому что мы пытаемся вести... Кто-то пытается вести переговор относительно того, чей газ пойдет в Европу. Я призываю вас, я призываю вас действовать, потому что украинская администрация не реагирует на замечания относительно конституциональности. Но я обращаюсь к нашим западным друзьям, американским, европейским политикам. Мы не должны быть проамериканские или проевропейские, или пророссийские. Мы должны быть проукраинцами. И вам следует вмешаться, потому что если действительно люди попытаются выйти, если в Украине все это взорвется, то кто больше пострадает, мы пострадаем. Спасибо за ваше эмоциональное выступление. Мы все его услышали. И известно, что вы давали репортажи по двух сторон разделительной линии. И именно за это были обвинены в дальнейшем. И за то, что вы как пацифист призывали не поддерживать призыв в армию. И Оксана Челышева, я хочу предоставить ей слово, она именно в эти события на Донбассе и вокруг конфликта была вовлечена в последние годы. Оксана сама по себе является журналистом, пишущим по-русски, но живущим в Финляндии со статусом политического беженца. При этом она является великолепным экспертом именно по вопросам прав человека и контактирует с миссиями правозащитными, работающими на Украине. И сама правозащитником является. И Оксана очень близко к сердцу приняла последнюю трагедию на Донбассе, недалеко от города Донецка, когда погиб пятилетний мальчик, даже чуть-чуть не дотянувший до пяти лет, Владик Дмитриев. И это величайшая трагедия. Я думаю, что и наш вебинар сегодняшний можно тоже засветить памяти этого ребенка и соболезнования его семьи и всем, кто знал эту семью и кто был вынужден прощаться с маленьким ребенком. Оксана, я передаю вам слово. Спасибо. Спасибо, Татьяна Аркадьевна. И спасибо всем, кто сегодня собрался. Я журналист. Я член Союза журналистов Финляндии. Я много лет работала в Чечне. И когда мне пришлось в 2008 году остаться в Финляндии, я не смогла вернуться в Россию. Надо сказать, отношение к той правде, к тем требованиям соблюдения прав человека, которые я в том числе со своими коллегами озвучивала в отношении чеченских дел, встречалась туда с большим интересом и озабоченностью, чем то, что происходит на востоке Украины. Я нахожу это страшной проблемой правозащитного движения. Анатолий Шарий сейчас подтвердил это, сказав, что международная амнистия не нашла времени заниматься его делом. В отношении Владика Владислава Дмитриева, ребенка, которому было 4,5 года, я специально посмотрела, есть ли реакция международных правозащитных организаций на его смерть. Она есть. В том числе Human Rights Watch говорит о смерти Владика Дмитриева в контексте требования прекратить военные действия и обезопасить гражданское население. Я абсолютно поддерживаю это требование. Я бы хотела сказать об этой трагедии в еще одном аспекте. Я лично, будучи журналистом, не читаю большую часть СМИ, которые якобы освещают этот конфликт, потому что роль СМИ в разжигании этого конфликта колоссальна. И пора уже ставить вопрос об ответственности, не об ответственности в смысле того, что мы сейчас видим, что в Украине, что в России в отношении журналистов, а сами журналисты, мы сами должны вообще задать себе вопрос, для чего мы работаем, для того, чтобы мы поджигали этот фитиль все больше и больше, или все-таки для того, чтобы не было больше таких страшных смертей, как гибель маленького мальчика Владика Дмитриева. Я не буду рассказывать о характере травм, который нанес жизнь этого ребенка 2 апреля 2021 года. Они слишком страшные, даже если просто их описывать. Я хочу сказать, задать вопрос. В той ситуации медийной поляризованности, в которой мы находимся, единственным достоверным источником информации является работа международных миссий. Я могу сказать, что в отношении смерти мальчика миссия ОБСЕ, наблюдательная миссия ОБСЕ в Украине была уведомлена лично мною 3 апреля, когда я узнала об этом преступлении, об этой смерти, с просьбой проверить информацию. Потому что без проверки, это входит в мандат работы миссии ОБСЕ, без проверки информации этот факт остается не фактом, он остается объектом спекуляции и сплетен, не более. 4 апреля я уже была на связи с семьей этого мальчика. 4 апреля семья мальчика передала мне документы, связанные со смертью, доказывающие смерть ребенка, которая тоже оспаривалась очень многими СМИ и российскими. Я не могу забыть публикацию «Эхо Москвы», где смерть ребенка на Донбассе была взята в кавычки, да, и тем более украинскими. И заключение судмедэксперта о причинах, о характере травм ребенка. 4 эти документы были переданы мной лично в обе миссии. К родителям этого ребенка наконец-то все-таки миссия ОБСЕ смогла выехать, приехать только 7 апреля. И так как я нахожусь в непосредственном контакте с родителями, я могу сказать, что я испытываю глубокое уважение перед этими страдающими молодыми людьми, которых зовут Татьяна, извините, Екатерина Дмитриева и Сергей Шихов. Потому что несмотря на тот ужас, который они испытали, это был, как говорят, что в России, что на Украине, улюбленный ребенок. Его боготворили, этого мальчика. В этом доме не говорили о войне вообще. Они попросили меня... Потому что мирное население никто не слышит, поэтому мы не можем не воспользоваться ситуацией, когда все-таки жертвам можно дать голос. Так вот, это голос лично Екатерины Дмитриевой, которая работает воспитательницей детского сада. Она воспитывает и заботится о детях. И когда она потеряла своего собственного сына, ее единственная мысль была сделать все, чтобы что-то было сделано для предотвращения смерти других детей. И Екатерина Дмитриева прислала мне вот такое письмо. «Они убили моего сына, забрали у меня смысл жизни. Но они не понимают эту боль, ведь их дети дома и счастливы. А я живу только с верой в то, что виновные будут наказаны. И когда на минуту задумываюсь, что все это может так и остаться в подвешенном состоянии, что продолжат гибнуть дети, у меня вскипает кровь. Наши дети не начинали войну. Они не виноваты. Наши дети хотят жить. И если после смерти моего ребенка ничего не поменяется, то есть вероятность гибели других детей останется, пусть поднимут, извините, свои задницы, пусть начнут шевелиться, начнут защищать наших детей. Я прошу прощения, я очень плохо себя чувствую, почти не вижу буквы, а подобрать нужное еще более тяжело. Мой сын был ангел. Он был такой ласковый и нежный. Он был развит не по годам. Он очень любил детей и животных. Это было чудо. Я растила его в любви, учила быть добрым и чутким к людям. Я просто не могу вам всего написать. Мне очень тяжело. Оксана, делайте все, что нужно. Я очень ослаблена, чтобы отстоять своего ребенка. Вы у меня последняя надежда. В связи с тем, что столько времени потребовалось для того, чтобы обеспечить, умолить наблюдательные миссии, встретиться с родителями, осмотреть место события. Я не могу не вспомнить про еще одно дело, которым тоже мне пришлось заниматься. Ровно год назад, 9 апреля 2020 года, в Горловке погибает не ребенок, погибает молодая женщина. Ее звали Мирослава Воронцова. Так вот, в случае с Мирославой Воронцовой, с 9 апреля до выхода доклада миссии ОБСЕ в Украине, который вышел 20 апреля 2020 года, прошло... Вот все это время мы занимались перепиской и умоляли миссию выехать и зафиксировать, проверить эту информацию. Понимаете, я, будучи журналистом, на самом деле, еще раз повторяю, не читаю большую часть СМИ, которые якобы освещают этот конфликт, потому что они преподносят не факты, они преподносят по меньшей мере свою интерпретацию фактов, а в худшем случае просто лгут. Поэтому я очень прошу депутатов Европарламента обратиться к сотрудникам, к руководству мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы впредь не было ситуации, чтобы между разорванным на куски ребенком и погибшей молодой женщиной, гражданскими людьми, проходило такое количество времени и требовалось столько усилий предоставления контактов, согласия семей и в случае Мирославы Воронцовой, и в случае Владика Дмитриева. Миссия ОБСЕ получила согласие этих семей, этих родственников, жертв, на коммуникацию с миссиями. Я очень надеюсь на то, что миссия ОБСЕ, насколько я знаю, число сотрудников миссии сейчас 730 человек, это вполне недостаточно для того, чтобы обеспечить своевременную проверку и верификацию всех фактов. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу показать вам фрагмент из интервью с госпожой Матильдой Бокнер. Матильда Бокнер представляет мариторинговую миссию ООН по правам человека на Украине, и она получила разрешение выступать с нами, но вчера вечером по неизвестным причинам написала, что она не сможет участвовать, к сожалению, сегодня. Это английский оригинал, оригинальный текст, интервью. Вы видите, Оксана просто напоминала нам об именах Кацаба, Муравицкий, Павел Полков. Это против кого инициированы политические дела. И здесь вы видите также миссия по мариторингу в соблюдении прав человека на Украине. Говорит о том, что они отслеживают ситуацию, и они только что говорят о том, что да, наблюдаются факты преследований против журналистов. Они отслеживают ситуацию и выражают свою озабоченность. Ну, это такой язык, очень такой поверхностный, но тем не менее они выражают свою озабоченность тем, что происходит на Украине в том, что касается свободы речи, свободы СМИ, плюрализма СМИ и в том, что касается тех вопросов, которые мы только что сейчас услышали. Я хотела бы перевести сейчас, вывести сейчас на связь Жанну Карельну, которая будет выступать перед нами из моего офиса. И она сейчас расскажет нам, какие вопросы мы уже получили. И вот есть также вопрос от Мирослава Рогачевского. Жанна, вам слово. Да, вопрос, пожалуйста. Мирослав сам задаст вопрос, я ему сейчас слово передам. Мирослав, вам слово, пожалуйста. И я передаю. Пожалуйста. Да, Мирослав, вам слово. У меня три вопроса. Один вопрос для господина Шария, второй вопрос для господина Руслана Кацапу и третий вопрос для Багабинского. Первый вопрос для Шарии. Анатолий Анатолий Анатолиевич, не могли бы вы рассказать мне или нам что-нибудь об убийстве журналисту Бузину и о том, если расследовалось ли его дело или нет? Второй вопрос для Руслана Кацапу. Господин Кацапа, вы сказали, что вы патриот Украины. И это хорошо. И вопрос для вас. Думаете ли вы, если Штепан Пендера был патриотом Украины или не был патриотом Украины? А третий вопрос для господина Пагребинского. Михаил Борисович, могли бы вы мне сказать, если на Украине есть какое-нибудь проявление антисемитизма? Это все. Спасибо. Я могу отвечать? Я отвечу. Я разбирался с этим делом. Разбирался с этим делом очень серьезно и очень досконально. Я изучал материалы этого дела и обнародовал результаты всех экспертиз по этому делу. Я должен сказать, что мои журналисты прямо сейчас находятся в зале суда, потому что суды продолжают идти, но два убийцы, Медведька и Полищук, гуляют на свободе, участвуют в рекламных акциях, рассказывают о том, как они открывают бизнес в Украине и так далее. Смотрите, проведены все экспертизы. Следствие очень быстро вышло на убийц, непосредственно исполнителей, Медведька и Полищука. Были проведены ряд генетических экспертиз. То есть даже дошло до того, что они однажды, проводя оперативно-розыскные мероприятия, подняли жвачку, которую выплюнула мать одного из убийц, для того, чтобы сравнить ДНК с тем, что они обнаружили на масках, в которых были убийцы. Убийцы бросили автомобиль там на месте. Есть владелец этого автомобиля, который продал его Полищуку и Медведика. И он дал эти показания. Он опознал этих людей. Доказательная база полная. Но что произошло потом? Произошло давление на суд. То есть начали приходить, угрожать судьям. Я должен отметить, что адвокаты обвиняемых также угрожали судьям прямо в здании суда. Они говорили, у вас будут проблемы и так далее. В итоге в суд привели человека, который сказал, они не убивали, потому что они в это время находились на базе правого сектора. Никаких подтверждений этому нет. Вообще. Судьи, испуганные тем, что с ними могут элементарно расправиться, сказали, да, мы в это верим. И все. Сейчас происходит заново. Они начинают заново перепроверять экспертизы ДНК. говорить о том, что, может быть, это ДНК, ну, случайно вдруг так соответствует. Хотя мы понимаем, что это невозможно, чтобы тест ДНК совпал. И таким образом Полищуку и Медведька дана полная индульгенция за это убийство. Они его совершили. Это доказано полностью всем. Но в суде это дело не движется. В суде они смеются откровенно над матерью Олеся Бузины. И, в общем-то, все. Я не верю в то, что при этом президенте их посадят. Они должны получить пожизненное, как убийцы. Их опознал свидетель, который был на месте и так далее. Там они достаточно, они характерная внешность. Один высокий, другой очень низкий. Полищук очень низкий, Медведька высокий. Но ничего не происходит в этом деле. И я думаю, что Олеся Бузина останется неотмщенным. Все. Спасибо за ответ, потому что убийство журналиста – это очень важное дело. Спасибо. Теперь разрешите мне ответить на ваш вопрос. Я глубоко в теме о личности Бандеры и о его влиянии на тогдашний политикум. Я могу подтвердить только лишь, что в то время, когда государства Украины на Западной Украине не было, если посчитать, тогда было польское государство, Речь Посполитая, тогда Бандера, он был сторонником именно террористического такого направления. После раскола там был такой Андрей Мельник, то есть были мельниковцы, бандеровцы. Но здесь не суть важны исторические какие-то детали углубляться, а суть важна в том, что нынешняя украинская власть, которые вот этот образ Бандеры, террориста, хочет применить сейчас ко всей Украине, где Бандеру даже не знают. И если знают, так они знают его именно вот это террористическое прошлое. И плюс сотрудничество в начале 1941 года, когда в начале нападения на тогдашний Советский Союз Германии, мы все понимаем, и в интернете есть его тоже тексты, которые написал и восхвалял Адольфа Гитлера. И мы понимаем, что нынешняя власть, которая поднимает жопу Бандеры, как радикального террориста и сторонника так называемого интегрального национализма, не политического, не экономического, а именно интегрального, это большой вред сейчас для Украины, такая политика нынешней власти несет. И поэтому мне кажется, что в 21-м столетии, тем более, допустим, переименовывать улицы в тех городах, где Бандера даже никогда не был, это, наверное, все-таки политическая провокация. И те партии, которые исповедуют именно интегральный национализм, самый такой радикальный, да, ультра-радикальный национализм, они должны быть маргинальны. Но, к сожалению, у нас их даже избирают, даже, допустим, Киевский городской совет, это столица Украины. И мне кажется, что это серьезная проблема будет потом, потому что из истории тоже сделали орудие разругивания украинцев с украинцами. Ну, теперь мне позволите, да, есть ли на Украине проявление антисемитизма, ну, я думаю, что вообще таких стран, ну, кроме Израиля, наверное, нет в мире, чтобы совсем не было проявлений антисемитизма. Я не могу сказать, что какие-то там нападения, множественные или какая-то, значит, специальная направленная работа против евреев на Украине. Огромное число евреев участвует в сегодняшней власти, вы знаете, что президент Украины еврей этнический. Но я тут как бы продолжу мысль Руслана Кацабе. Дело в том, что с момента, когда мейнстримом, идейным, идеологическим мейнстримом Украины стал интегральный украинский национализм, это неизбежно должно было привести к тому, что риторически и эпизодически, физически антисемитизм набирал все больше и больше популярность в социальных сетях, значит, в прославлении тех людей на, ну, как бы на совести, если можно говорить о совести этих людей, тысячи жертв евреев. Ну, не только евреев, но в том числе евреев. У нас там на, ну, я не буду приводить, таких примеров множество. И, соответственно, ставят им памятники на родине и не только. Вот в Киеве есть мемориальная доска прямо на оперном театре и так далее, одного из деятелей, причастных к этой всей истории и так далее. То есть это стало элементом, может быть, такой, как бы, ну, нельзя сказать, что оно такое супермассовое, но это элемент нормы, которая никак не наказывается, никак не наказывается. Это то, что, например, в Германии было бы поводом для уголовного преследования, у нас ничего похожего нет. Это все, как бы, разрешено и более того распространяется, особенно в социальных сетях и не только. Ну, и тот факт, что эти люди, значит, включаются в список тех, о которых нужно там проводить какие-то памятные даты, мероприятия. Есть списки таких людей, которые просто принимают Верховную Раду, абсолютно игнорируя то, что они участвовали. Или там в Волынской резне, или просто в убийствах десятков или тысяч даже евреев. Это вот такое проявление есть. Но если, например, сравнивать с физическим насилием по отношению к евреям, то я думаю, что во Франции антисемитизм поопаснее, чем в Украине. Я бы так сказал. И не случайно оттуда многие евреи уезжают. У нас же, ну, у нас вот есть часть евреев как бы на стороне украинских националистов и признает, и Бандеру, и рассказывает всякие басни про то, что там евреи, значит, служили в украинско-повстанческой армии и так далее. Есть такие, вот и таких, как это ни странно, но таких оказалось немало, в том числе один довольно близкий мой приятель, бывший диссидент, вот сейчас такой большой сторонник именно такой, как бы, самореализации еврейского национального сознания. Тут кто-то из публицистов назвал его, значит, евреем с нетрадиционной еврейской ориентацией. Вот таких довольно, довольно большое число людей есть. И это, как бы, скрадывает вот эти проявления, как бы, антисемитизма в том, в той форме, о котором я сказал, прославление, как бы, убить, значит, памятники, значит, памятные даты и так далее, и так далее. Ну, поскольку каждый говорит, ну, как же, ну, у вас же еврей, президент еврей, значит, тут у нас масса евреев, которые поддерживают нынешний курс и так далее. Так что, вот такой мой ответ. Я бы хотел еще два слова сказать благодарность Оксане, которая делает, ну, выдающуюся работу, это чрезвычайно важно, большое вам спасибо. И надо, надо, как бы, чтобы таких людей было побольше, и, может быть, мы остановим, остановим убийство детей. Я бы очень надеялся на это. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем за ответы. И я сейчас зачитаю вопросы, которые... Спасибо, Павел Михайлович. Спасибо, Павел Михайлович. Я зачитаю, наверное, все сразу. Первый вопрос господину Погривинскому. Какие возможности вы видите для общения с западноевропейскими политиками, парламентариями ЕС по поводу зашедших в тупик нарративов? Или, иначе говоря, официальная версия вины Российской Федерации за всю другую ситуацию настолько сильна, что сломать ее практически невозможно? Какова в этом ответственность СМИ? Это первый вопрос. Я считаю, может быть, все сразу и потом в таком же порядке. Давайте я поначалу. Там в начале... Второй вопрос. Госпожи жданов господину Шульцу и господину Розачевскому. Какие меры принимают парламентарии ЕС, чтобы указать на нарушение закона со стороны Украины и предатель властности? К сожалению, у вас в новостях невидимы и не слышно. Большая тишина. От нее же вопрос Анатолия Шария. Можете ли вы сказать, насколько высок процент сторонников неонацизма среди населения Украины? Какие варианты есть у граждан Украины? От этого защититься, или другими словами, насколько велико сопротивление? Кому бы тут отвечать первым? Можно отвечать? Я хотела бы, чтобы Хельмут ответил, потому что он должен уйти скоро. Хельмут. Спасибо, Татьяна. Вы знаете, мне действительно надо уйти. И у нас голосование на комитете. Но что можно сделать? Как мы реагируем на это? Что мы можем сделать? В том, что касается внесения вклада в прозрачность того, что происходит на Украине. Я надеюсь, что этот вебинар найдет какой-то отклик от других членов, от общественности в Европейском Союзе. Во-вторых, я член комитета. Я занимаюсь социально-экономическими отношениями между Европейским Союзом и Украиной. И в том, что касается партнерских соглашений, разных глав этого соглашения и соглашений об ассоциации. Конечно, постоянно мы задаем вопрос, насколько далеко… Извините, очень плохой звук от выступающего. В какой степени это отражает ухудшение или улучшение ситуации с правовой системой, верховенством права и так далее. Мы обсуждаем в Европейском парламенте вопросы с Венгрией, с Польшей, например, точно так же. Например, сейчас обсуждается вопрос создания верховенства права против попыток подорвать достижение конституционной новозаконодательства в этих странах. И, конечно, здесь точно так же это касается других государств-членов Евросоюза, чтобы не развивался двойной стандарт и чтобы точно так же это не касалось отношений с третьими странами, как Украина. И то, что нам надо делать на разных комитетах по разным вопросам, которыми мы занимаемся, например, вопрос наблюдения, выполнения положений в главах о торговле и устойчивом развитии, и каким образом все это вписывается также в те обязательства, которые были подписаны. Я лично сам реализовал два проекта. Опубликованы были исследования, которые были проведены на Украине относительно экспорта сельхозпродукции, и также прибыль, сдвиг прибыли в украинском экспорте. И это часть тех обязательств, то есть денежных обязательств, которые можно использовать на Украине, могут использовать на Украине большие олигархические структуры, таким образом нарушая социальные равенства на Украине. И что мы можем сделать для того, чтобы повысить уровень обмена информации и улучшить подход к документированию того, что происходит на Украине, иначе мы не сможем создавать новый подход к реалиям сегодняшнего дня на Украине. И, конечно, мы всегда должны говорить о слоне в комнате, которого мы не заметили. Возникает вопрос о том, как различные политические силы рассматривают продолжающийся конфликт, и каковы предложения, будь то силы в Российской Федерации, на Украине, в США, в Европейской Союзе, каким образом мы можем преодолеть этот конфликт. И конфликт, с моей точки зрения, Оксана очень хорошо задокументировала все это. Первой жертвой является правда в любом конфликте. То есть СМИ, отражающие или не отражающие определенные позиции, и один не говорит правду, другой не говорит правду. И даже сейчас мы должны воспользоваться возможностью, чтобы факты подтверждались, что задокументировано, что не задокументировано. Тогда мы сможем правду рассказать гражданам в Европейском Союзе, чтобы они могли действительно отслеживать справедливо то, что происходит на Украине. И поэтому я считаю, что мы можем конкретные дела и факты вынести из этой встречи. И я прокомментирую этот вопрос на заседании подкомитета по правам человека в Европейском парламенте, чтобы все эти дела были вынесены на рассмотрение комитета по правам человека и внести наш смол, небольшой вклад в ситуацию с теми жертвами, которые страдают от этого, и внести в наш вклад в разрешение этой очень сложной ситуации. Спасибо большое за возможность выставить. К сожалению, я извиняюсь, потому что я должен покинуть вас и поучаствовать в заседании этого комитета. Оно было назначено еще до того, как мы узнали об этом вебинаре. Спасибо большое, Хельмут. Дорогие участники, у нас осталось буквально 20 минут до конца этого вебинара, поэтому давайте быстрее говорите. Очень короткие вопросы, ответы, пожалуйста. Жанна, пожалуйста, поучаствуйте как ведущий. У нас есть также устные вопросы. Мы должны передать слово тем, кто хочет задать устные вопросы. Но вопросы поступили до того, как руки были подняты. Может быть, ответы мы выслушаем, а потом мы передадим слово. Я думаю, что вопрос о том, что может сделать парламент, Мирослав Радачевский сможет ответить. А потом давайте передадим слово Михаилу Погребенскому для краткого ответа. И дальше будем продолжать. Спасибо. Я коротко. У меня, честно говоря, нет тут особого оптимизма. Общественное мнение формируется мейнстримными медиа, которые имеют соответствующих владельцев и занимают жесткую позицию антироссийскую. И, соответственно, вся оптика любого вопроса, так или иначе имеющего отношение к Украине, она просто с неизбежностью должна как-то отталкиваться от темы украино-российских проблем, отношений Украины-Донбасса и так далее. И разговоры, мой опыт разговоров с многими европейскими коллегами заключается в том, что в какой-то момент они говорят, ну, может, это и правда, но это то, что вы говорите, но это пророссийская правда, поэтому мы не будем присоединяться к этой точке зрения. Потому что я не очень, не очень, как бы, такой оптимист в отношении того, что может сделать Европарламент. Я знаю, как проходит голосование, я знаю, что целый ряд голосований, как бы, совершенно, на мой взгляд, фантастически несправедливыми по отношению, как бы, к истории, ко всему. Поэтому отдельные, как бы, люди, энтузиасты, которые хотят знать правду, они ее узнают. Они могут приехать, в том числе приехать на Донбасс, приехать пообщаться. Я не знаю, я... У нас же в Европе нет какой-то такой практики, особенно во время ковида, когда можно было приехать на конференцию и в прямом диалоге, как бы, поспорить с оппонентом. Я готов был бы это сделать. И если такая возможность появится, я обязательно поеду. Еще раз спасибо всем за участие. Я ответил. И, Анатолий, еще короткий вопрос про сторонников неонацизма в Украине. Да, я помню. Спасибо, я постараюсь коротко ответить. Это очень удобный нарратив украинской власти. Они, я заметил, они его продвигают, активно продвигают, в частности, и в европейских, и в западных СМИ вообще. Они говорят, сторонников нацизма немного. Почему? Смотрите, за них же никто не голосует. И на самом деле тоже нацистский нацкорпус, неонацистский нацкорпус взял на выборах 0-0,3%. Так в этом и история Украины, что 1% населения, которое обладает оружием, специальными навыками, которые прикрываются спецслужбами, которые не боятся избивать и убивать, управляют всем остальным населением. Когда говорят, что нацисты не могут воздействовать ни на какие государственные решения, говорят ложь, потому что закон про коллаборантов разрабатывался слугами народа вместе с неонацистами. И они сидели за одним столом. Глава неонацистской организации Белецкий и два депутата от слуг народа. Поэтому здесь дело не в количестве, а в качестве, если можно так сказать. У них есть оружие, у них есть прикрытие от власти, у них есть ненависть и так далее. Поэтому они могут воздействовать на большее количество мирных людей. Я должен сказать, то, что вы делаете, это очень важно. То, что делает Татьяна, то, что делают отдельные депутаты Европарламента, это очень важно. Вы не представляете, насколько это влияет на ситуацию. Огромное спасибо. Все. Спасибо большое. Сейчас короткий вопрос от вас. Потом я передам слово Павлу Болкову тоже для короткого вопроса. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Вас приветствует город Луганск. Я бы хотела задать такой вопрос. Большое спасибо, хотела бы сказать, Оксане. Действительно, она озвучила нашу проблему, потому что нет должного освящения и очень сложно какую-то информацию донести вообще до Украины, до Европы в частности. Один из моментов – это украинский язык. Сейчас в наших областях, то есть на неподконтрольной территории, в Луганске и в Донецке, в Донецке немного изучается украинский язык, в Луганске отменен в школах. Как ребенку можно будет поступить в украинский институт, какой-то вуз, если нет возможности у родителей изучать в частном порядке, нет никаких программ. То есть на данный момент Украина не занимается конкретно этим вопросом, чтобы как-то помочь нашим детям адаптироваться. И вообще, какие еще возможны программы помощи именно для Донбасса. Очень сложная ситуация и очень тяжело то, что… Алло. Да, пожалуйста, завершайте, Юлия. Юлия, пожалуйста, мы вас потеряли. Слышно? Да-да-да, пожалуйста, завершайте. И вот как возможно помочь депутатам Европарламента нам в проблеме, что не расследоваются убийства детей, девушки в прошлом году. И также у нас происходят то ли подрывы, то ли какие-то… То есть тоже мирное население страдает и в Луганской области виновных нет. То есть никого не наказывают. Там как есть… Одни обвиняют одну сторону, другие другую, но по факту никто не доказывает и нет виновных с любой стороны. Нам, как обычным жителям, хотелось бы, чтобы за это кто-то отвечал. Спасибо, Юлия, вам за вопрос. Павел Волк, давайте накопим вопрос. У нас времени осталось 12 минут. Павел Волк. Да, добрый день, Татьяна Аркадьевна. Слышно? Да, мы с Павлом знакомы. Это тоже один из журналистов, который оказался под обвинением. Да, я благодарю за возможность задать вопрос. И я очень рад, что вы так небезразлично относитесь к нашей ситуации. Буду краток. Вот сегодняшние спикеры перечислили огромное количество проблем, с которыми мы продолжаем сталкиваться. Это не все, конечно, проблемы. О них можно говорить очень долго. Вопрос-то в том, что здесь, на Украине, вот в том числе и люди, которые выступали, они занимаются так или иначе борьбой с той бедой, которая нас постигла. Есть какие-то даже определенные успехи. Спорадические там, здесь. Но нет системной работы. Из-за того, что нет единой организации, которая могла бы защищать не только людей, даже которые попали за решетку по политическим обвинениям, а просто тех, чьи права нарушаются. Права на использование родного языка, права на, например, не идти в армию, не убивать людей на востоке Украины, такие же граждане Украины, как и мы сами, и другие. Возможно ли поставить вопрос, который вот уже назрел и перезрел, о какой-то европейской инициативе по созданию здесь под эгидой европейской правозащитной организации, которая могла бы системно заниматься этими вопросами. Это такой, я понимаю, вопрос надолго, теоретически как возможная инициатива. Спасибо, спасибо, Павел. Так, Жанна, еще давайте соберем побольше вопросов и будем отвечать. Кто у нас еще? Давайте мы... Значит, у меня есть письменные вопросы от мистера Юрия Шележенко. Он же и поднял руку, и, наверное, он их может задать... Он может их задать сам, я не буду их тогда зачитывать, и Наталья Лебедева, и я тогда... Так, есть у нас на связи. У нас есть слово. Юрий, пожалуйста, вы можете говорить. Спасибо большое за организацию этого вебинара. И спасибо. Я хотел бы обратиться к вам, к Татьяне, к Мирославу, к членам Европарламента, потому что много раз было возражение и европейской комиссии, обращение в европейский парламент, европейскую комиссию относительно вопросов ущемления прав человека и относительно призыва в армию. Это недостаточно защищено во многих европейских странах. Пожалуйста, продолжайте. Вы меня слышите? Да. Много раз мы писали европейские структуры, которые отвечают за права человека, что возражение против призыва в армии недостаточно защищено во многих европейских странах. Например, на Украине альтернативной службы практически нет для большинства людей. И мы должны служить в вооруженных силах по призыву. Так вот, могут члены Европейского парламента инициировать слушание в пользу тех, кто возражает против службы в армии. И особенно в таких странах, как Россия и Украина. И наша европейская гражданская инициатива, Европейское бюро противников службы в армию готовы представить ежегодный отчет относительно этого вопроса в Европейском парламенте. Спасибо большое. Спасибо, Юрий. И давайте еще один вопрос у нас есть. Да, Жанна? Извините, забыла. Да, еще один вопрос от Натальи Лебедевой. Я сейчас даю вам слово, Наталья. Наталья? Не слышно, я боюсь, что не слышно. А, сейчас слышно, да? Слышно, слышно. Слышно, да, да, здравствуйте. Коротко, пожалуйста. Да, 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 очень коротко. Да, вопиющие, конечно, факты здесь звучат. Я поражаюсь вообще, как Европа может не обращать на это внимания, Украина, Европейская гражданская, в общем, много чего. Но сейчас вот проходит встреча Кулеба, Столпенера и Блинкина, которые, так сказать, дружно пытаются и оправдать Россию, и обвинить Россию, и оправдать Украину. Могут ли материалы нашего семинара, столь вопиющие, попасть к ним в документы их встречи, я не знаю, или как-то сообщить им, или потому что, ну, понимаете, там происходит сговор реально, вот, а тут звучат, у нас звучат такие факты, которые нельзя игнорировать, невозможно, просто волосы дыбом. Спасибо, Наталья. Ну, давайте попытаемся сейчас объединить наши ответы, вопросы в основном, что мы можем сделать, поэтому это к нам с Мирославом. Мирослав, вы готовы ответить на поставленные вопросы, что мы можем сделать в Европейском парламенте? Ну, и я тогда уже завершу. Да, да, я слушаю. Ну, что сказать? Здесь был вопрос, вопрос для отказа от военной службы по убеждениям, по убеждениям, и это проблема с обязательной военной службой. Ну, что сказать? Я думаю, что это возможно в сотрудничестве с госпожей Джаданаковой, дать вопрос, я могу задать вопрос Европейской комиссии об этом, и надо ждать, когда этот вопрос вернется, можно сказать дальше, что делать, потому что я думаю, что в странах Европы, в Европейском Союзе уже в отношении к военной службе такая ситуация, что люди могут отказаться от военной службы по убеждениям. Только, можно сказать, и так дальше, и так дальше. Это все. Спасибо. Спасибо, Мирослав. Я, Мирослав, юрист и очень известный в Словакии. И я думаю, что действительно здесь надо думать о легальных, с одной стороны, отвечая на ваш вопрос об отказе от военной службы и от альтернативной службы. Во всяком случае, на заре возникновения 15 государств на месте Советского Союза, и таковым государством стала и Украина, и моя страна Латвия. Очень как раз популярно было вот это мнение о том, что ни в коем случае не может быть обязательный призыв, как это было в Советском Союзе. Это должны быть альтернативные тоже. Хотя и там, насколько я знаю, тоже такие возможности были. Но пока мы двигаемся не в этом направлении, к сожалению, в противоположном. И я как правозащитник Мирослав Радачевский, как юрист и Хельмут Шольц со своей стороны надо будет изучить и познакомиться с вашим офисом, насколько я понимаю, он расквартирован в Брюсселе, и установить более тесное сотрудничество. И отвечая на более широкий вопрос о том, что мы можем сделать как депутаты, «Ну, мой принцип – делай, что можешь, и будь что будет». Главное – на себя взять ответственность, почувствовать эту боль и постараться помочь тем, что ты можешь сделать. Конечно, пойти против основной массы, выступить там против таких шапкозакидательских резолюций, коими сейчас славится Европейский парламент, бессмысленно, но делать, наверное, больше нужно какие-то позитивные шаги, вот помогать людям, помогать тем, кто находится под угрозой преследования, уголовного преследования, или уже было применено такое преследование, как в отношении Василия и Руслана, оказались за решеткой, и Павел Волков тоже. Будем работать дальше, и вот то, что мы сегодня решили все вместе поговорить, я думаю, это тоже большое значение. Отвечая на вопрос Натальи Лебедевой, мы обязательно опубликуем в социальных сетях. Какие-то фрагменты мы записали. Есть сложности, что мы использовали три языка, там надо будет думать как с озвучкой, но мы обязательно разместим материалы нашего вебинара в социальных сетях, и в первую очередь тоже на Фейсбуке, очень популярном нашей партии русских союзовцев. Я всех благодарю за участие. Может быть, кто-то еще из гостей хочет буквально одно слово. Давайте всем четверым и пятерым, да, еще Оксана. Два-три слова попрощаться с теми, кто нас слушал. Михаил, пожалуйста, вы были первые. Коротко могу сказать так, что есть документ, это об ассоциации Украины и Европейский союз. И там есть целый ряд пунктов, которые гарантируют там права человека и так далее, кроме документов, подписанных по части Совета Европы и так далее. И это обращение со стороны парламентариев Европарламента к тому, как выполняются эти пункты. Я думаю, что было бы полезно обращаться как бы к руководителям Еврокомиссии и так далее, Евросовета. Вот я бы такое порекомендовал. Спасибо, Анатолий. Еще раз повторюсь, то, что вы делаете, это крайне важно. И на самом деле, я 10 лет живу в Евросоюзе. Если бы я жил в Украине, конечно, меня бы давно не было в живых, и мы бы уже не разговаривали. Тем не менее, сейчас Украина хочет добиться того, чтобы меня не было в живых, и мы не разговаривали. Поэтому я все-таки рассчитываю на реальную, однозначную реакцию евродепутатов, Европарламента и Еврокомиссии на просто потрясающие факты нападения на свободу слова, на политических оппонентов с использованием как неонацистов, так и Службы безопасности Украины, и МВД, и всех прочих. Огромное спасибо всем, кто участвовал. Я сразу прореагирую, Анатолий. Я думаю, что по итогам вот нашей сегодняшней беседы мы обратимся к депутатам с просьбой подписаться под письмом, в котором будет упоминаться и ваше имя, и на политологов, и Михаила Погребинского, в частности, которым тоже пришли угрозы, что против них будет возбуждено уголовное дело. Василий, пожалуйста. Еще раз благодарю. Поддерживаю предложение Михаила Погребинского и благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Василий и Руслан. Вы у нас красноречивый. Может быть, по-украински давайте завершим. Нет, нет, включите микрофон. Микрофон включен. Я хочу поблагодарить еще раз организаторов. И как это не удивительно, вы именно, Европарламент сейчас может помочь вернуть украинской власти ее субъектность. Помогите власти, чтобы она была самостоятельна. Не давайте им деньги, которые они здесь разворовывают. Потому что вы даже не представляете себе, что у нас даже деньги, которые вы выделяете на борьбу с коррупцией, они разворовываются, и у нас скачок покупки элитных автомобилей приурочивается к вашим траншам. Поэтому помогите нашей власти стать субъектной. Спасибо. Спасибо, Оксана. Еще раз огромное спасибо всем. И все равно я напомню еще раз о гибели гражданских людей и о том, как они страдают по обе стороны так называемой контактной линии, которая давно стала уже линией раздела. Особенно в ситуации с пандемией и закрытыми блокпостами, о чем мы не говорили, но, тем не менее, это огромная проблема. Поэтому, если вы найдете, тем более, что здесь масса моих коллег, если вы найдете в себе силы говорить, рассказать, передать слова родителей погибшего Владика Дмитриева я готова делиться информацией, контактной информацией с этой семьей всем тем, в ком можно не сомневаться, что они не используют эту трагедию в целях пропаганды. Спасибо. Спасибо, Оксана. И еще раз наше сегодняшнее вебинар действительно под именем, я надеюсь, прошел Владика, этого ангела. ушедшего с этой земли. Мы накануне пандемии готовились уже и были подготовлены материалы организовать выставку в Европейском парламенте «Дети Донбасса». К сожалению, вот просто лица, лица погибших детей. К сожалению, план этот не смог осуществиться из-за известных событий. Наш парламент закрыт в основном. И я думаю, что мы найдем возможность это сделать, может быть, издать Дим такой альбом или какие-то другие возможности. и действительно, мы не должны забывать, мы не должны забыть этих ангелов. И во имя их, памяти о них, и чтобы это не повторилось, мы должны работать. Давайте, давайте работать на благо наших детей, внуков и следующих поколений в целом. на Украине, в Европейском Союзе, везде, везде на Европейском континенте, на нашем не таком уж большом земном шаре. Всем доброго дня и спасибо за участие. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за нашим интерпреттерам. Спасибо за участие. Дякую. Дякую. Спасибо всем. До встречи в Европарламенте. Сподеваюсь, что эта пандемия рано закинчится и мы с вами поселкуемся. Спасибо вам. Мы надеемся, что скоро закончится пандемия и мы всех к вам присоединимся. Я познакомился с интересными людьми и пока относиться к Анатолию Анатольевичу вы живете, вы говорите, что вы живете в Евросоюзе. Приходите в гости, познакомимся, поговорим и я очень рад, что я мог познакомиться с Михаилом Борисовичем. Спасибо. 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 Спасибо.